Капризы погоды в декабре перенесли открытие катка на стадионе Текстильчик. Работать он начал с 1 января, как только начались морозы и удалось подготовить площадку для катания. Ежедневно с 12 дня и до 8 вечера у рассказывцев есть возможность весело и полезно провести свое время. Больше всего людей на катке собираются в вечернее время. Со своими коньками нужно заплатить 50 рублей за вход и кататься вплоть до закрытия. Если же брать на прокат, то стоимость составит 50 рублей за час. По словам Александра Сетрова, коньки есть для всех желающих. Работает буфет, где можно выпить чашечку чая, кофе, даже съесть пирожок, кто проголодался. Ну, также переобуться в тепле, погреться. А если со своими коньками, то можно целый день. Пришли, погрелись, покатались. 50 рублей платишь и целый день катаешься. Дети дошкольного возраста катаются бесплатно. Теплые помещения, наличие буфета, пункт проката коньков. Все это позволяет рассказыватцам хорошо отдохнуть. На катке побывала и ведущая телекомпании ТВ «Рассказыва» Татьяна Мигалова. Этой зимой сюда она выбралась впервые, но будет стараться попасть еще. Катаюсь на коньках я еще с детства. В Амурской области я каталась, когда мороз был минут 40. Здесь намного теплее, здесь намного лучше кататься, конечно. Для детей залили горку, которая, по словам Александра Сетрова, естественно, будет бесплатной. Для хоккеистов готова хоккейная коробка. Здесь они будут проводить свои тренировки. Им предстоят игры на первенстве области. Зимний отдых в нашем городе доступен. И качество льда, как по словам руководства катка, так и по мнению катающихся, отличное. Юрий Ценин, Алексей Горелкин. Новости. ТВ «Рассказыва». На информационном портале города «Рассказово» в опросе мы поинтересовались, какой зимний отдых предпочитают посетители сайта tvolk.ru. 30% проголосовавших любят кататься на коньках. 28% предпочитают катание с горки. На третьем месте – прогулки в лесу на лыжах. 15% любят зимнюю рыбалку. В других ответах посетители информационного портала города «Рассказово» поделились, что зимой любят оставаться дома, укутаться в плед и с горячей кружкой чая читать любимые книги. Кто-то предпочитает посещать холодной зимой теплые страны, а для кого-то зимний отдых – время хорошо отоспаться. Но были ответы от пользователей, которые считают, что отдыхать в нашем городе негде. Нужно уезжать. И как одно из зимних развлечений – писать гадости в интернете. Субтитры делал DimaTorzok